Соборное послание святого апостола Якова, первая глава, второго по четвертой стихи. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем неконтекстуальный разбор послания Якова. На этот раз, говоря о радости, Яков употребляет немного другое слово. Он говорит «харан». Это корень слова «харейн», которое, мы уже говорили, буквально призыв к радости. В отличие от него, слово «харан» — это, собственно, состояние радости. Таким образом, апостол призывает верующих входить в состояние радости всякий раз, когда они попадают в различные проблемные ситуации. Яков никогда не пытался преподнести христианство как некую легкую прогулку. Он говорил о том, что христианина на его жизненном пути в обязательном порядке будут ждать искушения, испытания, проверки и так далее. В греческом это «перайсмус» — испытание, проверка, тест, искушение. Значение этого слова нам необходимо очень хорошо понять, чтобы понять само послание Якова, чтобы вообще осознать суть христианской жизни. Бог готовит нас для небес, и для этого Он постоянно нас проверяет, испытывает и продолжает трудиться, чтобы сделать нас более сильными и стойкими. Греческое «перайсмус» — это не искушение в том понимании, как мы сегодня это себе представляем. То есть слонение козлу, искушению сделать что-то нехорошее. Скорее всего, это слово можно перевести как «испытание», проверка, тест. Соответственно, глагол «пироцейн» также переводится не как «втягивать в злые вещи», не как «вовлекать в какие-то негативные процессы», сколько процесс проверки теста, насколько вера является твердой и так далее. Главная цель этого действия состоит не в том, чтобы сделать человека хуже, а как раз наоборот, более чистым, более правильным, более близким к Богу. Так, например, греки говорили, что птенец «пироцейн» испытывает свои крылья. Царица Савская пришла к Соломону «пироцейн» испытать, проверить его мудрость. В Библии также написано, что Бог пироцейн испытывал Авраама, когда сказал, чтобы тот принес Исаака в жертву. Когда Израиль вошел в землю обетованную, то Бог оставил там народы, чтобы пироцейн испытывать сердце Израиля всевозможными постоянными искушениями, которые от этих народов исходили. Христиане должны быть готовы к тому, что на своем пути мы будем встречать различные проблемы, трудности, сложности. Нас ждут очень разные переживания, и не все они будут позитивными. Многие люди просто захотят сделать нам больно, причинить какие-то страдания, давить. Искушения, которые обрушатся на нас, они могут увести нас с праведного пути. Вообще, я более чем уверен в том, что любого рода давление, оно призвано несколько к тому, чтобы сделать нам больно, сколько к тому, чтобы сбить нас с верного пути, остановить нас в движении на пути за Богом, в служении и так далее. Но мы должны понимать, что опасности, недоверие окружающих, клевета, всевозможного рода душевные, физические или духовные даже страдания направлены не на то, чтобы разрушить нашу жизнь, а для того, чтобы испытав нас, проверив нас, закалив нас, поднять нас выше, сделать нас намного лучше, чем мы есть на данный момент. Все это обрушивается на нас не за тем, чтобы одолеть нас или ослабить, а как раз наоборот, чтобы сделать нас сильней и успешней. Все это должно сделать нас сильными, и потому мы должны перестать плакать и жаловаться, и начать, проходя через испытания, радоваться, глядя на то, что в финале, в будущем мы по-настоящему достигнем той цели, которой Бог призывает каждого из нас. Как вы считаете, можем ли мы отличить искушение от испытания и как это сделать? Зачем Бог испытывает нашу веру, если заранее знает, каков будет результат?